Друзья, всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим о печальной новости, а конкретно о том, что Microsoft закрывает Mixer. Перед началом ролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и написать в комментариях, как вы относились к стриминговому сервису Mixer. И давайте начнем. Вчера вечером ничего не предвещало беды, как резко появилась новость о том, что Microsoft официально закрывает Mixer. Если кто-то не знал, то Mixer это стриминговый сервис, который пришел на замену Twitch на консоли Xbox и который по сути являлся и является на данный момент компонентом системы Xbox. Признаться, я офигел от этой новости, поскольку ничего не намекало на то, что Mixer вдруг раз и закроется, тем более так быстро. Если что, официально Mixer закрывает свою работу 22 июля. И после этого все партнеры, а также подписчики перетекут на платформу Facebook Gaming. Признаться, до этой новости про эту платформу я мало что слышал, но когда зашел на нее, понял, что не зря, ибо ничего особого на первый взгляд в ней нет, и вряд ли российская аудитория будет на этой платформе сидеть, что в принципе делает ее для российских стримеров бесполезной. Вообще, поговаривают, что Mixer закрывают из-за того, что там не было по сути аудитории, и ее количество просто не удовлетворило Microsoft. Опять же, учитывая, сколько денег вбухало в эту платформу Microsoft, сколько она предложила тому же стримеру Ninja за то, чтобы он стримил только на этой платформе, становится ясно, что у Майков денег нереально много, и они без проблем могут понести такие затраты и просто внезапно закрыть проект. Поэтому в случае с долговременной поддержкой старых консолей я еще больше стал не уверен. Считайте, повторилась такая же ситуация, как с Windows Phone. Бум, и проекта не стало. Хотя он вроде только-только начал развиваться. Лично я кайфовал от Mixer, поскольку это по сути была единственная нормальная платформа после твича и ютуба, и она была сделана отлично для стриминга именно с консолей Xbox. В ней были клевые фишки по типу искр, эмоции, безупречная низкая задержка, прикольный и понятный интерфейс, клевый возможность стримить тимы, добавляя партнеров себе на страницу. И если быть честным, я всячески пытался развить там канал, поскольку мне очень нравилась эта платформа. Но, к сожалению, там просто не было аудитории, и до партнерки я, видимо, там так и не дойду. Мне там буквально оставалось 110 подписчиков. Короче, прожмите F, ребят. Плиз, я правда старался. Но данная платформа нравилась не только мне, но и другим, кто ушел с того же твича из-за их жестких правил. В Mixer было, знаете, как-то свободно, прикольно, и можно было делать все в пределах разумного. Но, видимо, не судьба. У многих возникает вопрос, а что будет с тем же Ниндзей, где он будет стримить. Да, без понятия, если честно. Просто уйдет на другую платформу, и его аудитория за ним же. Поэтому, мне кажется, ему как-то пофиг на это, и его везде будут смотреть. Что касаемо Дрюбейсовского, которые в последнее время были тоже на Mixer, без понятия. Я лично их не знаю, но думаю, что, возможно, уйдут на YouTube. Поскольку после твича это, как по мне, самая нормальная платформа. Что касаемо Xbox One и Xbox Series X и их дальнейшего стриминга. Я очень надеюсь, что майки не будут пиарить так Facebook Gaming, как когда-то пиарила Mixer. И просто дадут возможность обычным пользователям стримить, наконец-таки, на YouTube. Поскольку многие начинающие стримеры, у которых был только Xbox, начинали стримить на Mixer. А в итоге его закрывают. И как-то сейчас надеяться на то, чтобы Facebook Gaming очень круто выстрелит, и аудитории там будет просто нереально много, я бы не надеялся. Опять же, очень надеюсь, что на консолях Xbox сделают поддержку стрима именно на YouTube. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Как на вас отразилось закрытие Mixer, кто пытался там стримить, и как у кого получалось. В общем, напишите свое мнение в комментариях. И на этом, в принципе, все. Не забывайте поддерживать канал лайками, подписываться. И большое вам спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok